Приветствую вас. Я прочитал ваш текст и думаю, что в целом мне ситуация ясна ваша, вот, как таковая ситуация ясна, понятно, вот, я думаю, что могу дать вам обратный связь. Смотрите, ну, я согласился со своим коллегой в том смысле, да, что, действительно, дело не в том, что вы не разрешали ей работать, хотя это, безусловно, и повлияло на неё, но дело, безусловно, не в этом, да, дело немножко в другом, в том, что вы, возможно, её ограничивали, возможно, вы её давили, возможно, вы её как-то здесь сняли, и она не чувствовала себя с вами свободной, но из-за того, что, вероятно, вы делали для неё много чего, вот, вероятно, именно вероятно только из-за того, что вы много чего для неё делали, да, вот, она, ну, может, могла думать, могла считать, что не имеет права от вас уходить, вот, и из-за этого она всё себе подавляла, 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 накручивала, 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 и в итоге вот это всё взорвалось и вылилось вот в виде такой истории, что всё, я больше с тобой не хочу быть, я больше ничего не хочу, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, конечно, это неприятно, конечно, это неприятно, но здесь, я думаю, как бы, именно сейчас изменить вы ничего не можете. Вот именно сейчас, именно здесь вы ничего изменить не можете, в принципе, вообще. Значит, вы правильно делаете, что не звоните ей, да, вы правильно делаете, что не пишете ей, Поэтому это очевидно, что в ваших отношениях наступил кризис, да, то есть, когда привычные модели поведения, да, привычные аспекты поведения уже не работают, вот, значит, а нового вы ещё как-то, как-то не сформировали, да, нового. И, возможно, и не хотите формировать, то есть, тут история, она, в принципе, такая, может быть, в том числе. Ну, вот. И, если говорить о том, что вам делать, то я бы рекомендовал занять позицию наиболее выгодную ей сейчас. То есть, вот, я бы рекомендовал, на самом деле, так себя вести, да, то есть, если она не хочет серьёзных отношений, хорошо. Вот. Но она всё равно ваш близкий человек, она всё равно для вас, ну, не пустое место. Она всё равно для вас не никто, понимаете? Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, если вы предложите ей дружбу, если вы скажете, что, ну, я понимаю, что, я понимаю, что причинил тебе негатив, да, я понимаю, что, извиня, ты сделала себя неловко, я всё это понимаю, но, прости меня, пожалуйста, я уважняю твоё решение не быть со мной в отношениях, но давай хотя бы просто дружить, потому что, ну, всё-таки ты мне дорога, да, ты мне не по цене, давай просто хотя бы будем дружить, там иногда встречаться, общаться и всё, никаких отношений. Вот. И всё. И, вот это, с одной стороны, с одной стороны, это позволит вам не терять её из видео, девушку, да, с другой стороны, это позволит вам показать ей свои перемены, свои изменения, если вы действительно, увидели, увидели, что действовали, ну, скажем так, ну, неправильно, да, действовали негативно, по отношению к ней. Вот. Так что, мне кажется, что здесь, вот, в принципе, такая ситуация должна быть, вот, и это единственное, что вы можете сделать, ну, то есть это идеально, то, что вы можете сделать, для вас это вообще идеально было бы. Это первое. Второе. Значит, вы спрашиваете, кто виноват, да? Это очень тревожный, тревожный, на самом деле, знак, что вы ищете виноватых. Вот. Потому что виноватых здесь, как раз таки, нет. То есть вы не поняли, чего девушка хочет, потому что вы были не удовлетворены в плане своих чувств. Да? То есть вы, ну, возможно, чувствовали себя, ну, недостаточно уверены с ней, да? То есть она вот хотела пойти в модельное агентство, а вы чувствовали себя неуверенными. Вы боялись её потерять. То есть вы ревновали. Вот. И подобные вещи, да, они же, ну, не произошли, потому что вы этого хотели. Вы же этого не хотели. Ну, то есть вы не можете стремиться к контролю. Контролю это тяжело. Вы контролируете, вы пытаетесь контролировать, потому что вы вынуждены это делать. Но я не думаю, что вы хотите и хотите контроля. Никто не хочет контроля, потому что это очень тяжело. Да, вот. Поэтому здесь, здесь, мне кажется, что не надо искать виноватых. Здесь вам лучше, лучше для себя самого, да, понять, почему так произошло. Вот. По какой причине я хотел, чтобы наши графики там совпадали, хотел больше проводить время, почему не хотел, чтобы она шла в модельное агентство и так далее. То есть почему? Чего я боялся? Что конкретно у меня было? Какие чувства я испытывал? Понимаете? То есть, здесь не надо скрывать, не надо пытаться показать себя, там, ну, я не знаю, ну, не надо пытаться показать, что вы сильный, что вы всё можете. Вот. Не нужно. Не нужно. От этого лучше кому не станете. И вам от этого станет лучше точно. Вот. Поэтому, наоборот, признайте. Признайте, что у вас есть какие-то проблемы, да, и с этими проблемами у них можно работать. Вот. Делайте что-то, чтобы эти проблемы убрать. И тогда девочка это увидит, вы это увидите. И я уверен, что она почувствует вашу уверенность в себе и увидеть, что вы действительно повзрослели, что вы готовы её принять. И, соответственно, если у неё остались там чувства, то она вернётся. Вот. Ну, а если не осталось чувства, то, соответственно, да, вам будет приняться факт, что вы больше не вместе. Вот. Ну, ещё раз повторяю, те проблемы, которые у вас, которые, ну, есть, да, то есть, вы вот запрещали ей работать там, где она хотела, да, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это свидетельствует о том, что вы не уверенны в себе. Вот. Возможно, это свидетельствует о том, что вы, ну, вот, воспринимаете девочку более значимо, чем это должно быть в норме. То есть, она вам что-то даёт, что-то такое, чего не даёт больше никто. Вот. И для отношений подобная зависимость, ну, далеко не самый лучший расклад. Именно для, именно для отношений подобной зависимости. Потому что, если девочка, например, вас зависимо меньше, а вы зависимо больше, то жди проблем. Кхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Вот примерно так, я думаю, вам можно ответить на ваши вопросы. То есть, если вы, если отвечать прямо на то, что вы спрашиваете, то вы упустили себя, свои чувства, и слишком многого стали ждать от девочек, то есть слишком много у вас ожиданий от нее было, а в итоге за свои собственные желания и потребности вы перестали нести ответственности. Но это отнюдь не означает, что ваши желания и потребности, они не имеют права на существование, они могут и должны быть. Просто удовлетворять их вам нужно учиться самому. Вот и все, вот и все. Как вы это сделаете? Сами, с помощью психолога, это уже вам решать. Но если вы признаете, что вы ревнуете, если вы признаете, что вы боитесь, что она вас бросит, если вы признаете, что вы не уверены в себе или что вы боитесь остаться один, вот, то с этой историей нужно работать. Потому что симптомы это крайне негативные для отношений. в принципе. Понимаете? Ну и отдельно стоит вот так просто прикинуть, какой вы мужчина, да, то есть какая у вас мужская позиция и подходит ли она женщине, ну вот ваша девушка, да, какая у нее женская позиция по сути. Вот. Понимаете? Вот. То есть мне кажется, что это вот, это история, история именно про это. Вот. На этом все. Все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.